Здравствуйте! В эфире «Наш день» в студии Марии Денисенко. И сначала коротко о главном. Абсолютно лысая резина. Трагедия на мокрой трассе в районе Березняков. В дорожной аварии погибла молодая женщина. Об этом во второй части выпуска. Горячий чай и тёплый плед сахалинцам обещают холодные и ветреные выходные. Ну а устойчивый снежный покров, конечно, мы пока ещё не ждём. Просторные газоны или образовательный центр в одном из дворов Южно-Сахалинска жители ополчились на строителей. Нигде не было ни объявления никакого, ничего не было. У нас очень много детей во дворе. У нас здесь кругом коммуникации, дом старый. Первый настоящий снегопад наблюдали в четверг в Южно-Сахалинске. По наблюдениям синоптиков, выпадение снега в середине октября для юга острова норма. Самый ранний наблюдался в областном центре 2 октября 2011 года. А самый поздний – в 46 году прошлого века – 14 ноября. В ближайшие дни сахалинцев ожидает холодная и ветреная погода. Осадки также не исключены. Ну а устойчивый снежный покров, конечно, мы пока ещё не ждём, потому что самая ранняя дата устойчивого снежного покрова, когда снег ложится и не тает уже до весны, – это 4 ноября. Организации рыбного промысла коренных малочисленных народов Севера Сахалина будут заниматься региональные власти. Губернатор принял участие в заседании комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса в Москве. Передача полномочий, по мнению Олега Кожемяка, позволит более эффективно бороться с браконьерством. Зачастую под видом представителей коренного населения промысел ведут посторонние люди. В итоге Федеральному агентству по делам национальности поручено подготовить проект нормативного правового акта. Кроме того, на заседании рассмотрены планы по стимулированию рыбопромышленников обновлять устаревшие мощности. До 20% квот на добычу водных биологических ресурсов сегодня предусмотрено на инвестиционные цели. Получать их смогут и небольшие предприятия, а также компании, которые строят не только крупнотоннажные суда. Это даст возможность нам на Сахалине строить малотоннажные суда, строить средненнажные суда, получать дополнительные объемы и принять решение о том, что это не только будет ментай сельдь в составе инвестиционных плод в воде, но и другие объекты. И квотируемые объекты, те, которые в том числе и не обладают. Это и Палтус, это и Треска, это Камбала. Проекты нормативных правовых актов будут внесены на рассмотрение в правительство до 1 декабря. Рабочая комиссия правительства области и администрации Хомска в четверг обследовала новострой на улице Школьной в Портовом городе. Пятиэтажка возведена по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. В 84 квартиры общей площадью 4,5 тысячи квадратных метров переедут более 400 жителей Хомска. Новоселье они смогут справить в конце октября. В ходе проверки были обнаружены недочеты. Претензии были высказаны в адрес компании «Ремстрой», которая и возводила дома. Сегодня было принято, наверное, даже политическое решение, что поставленная дата не должна стать рубежом, за которым жители бы почувствовали равнодушие к себе. Что дали квартире лишь бы дать, заселили бы. А тут есть вопросы, опять повторюсь, по вентиляционным решеткам, где-то по плинтусам, где-то по отсутствию плиты, где-то розетка не качественно поставлена на место. Поэтому было принято решение непростое, честно говоря, непростое решение отменить сегодня выдачу ключей. Чтобы граждане уже вселились в жилые помещения, уже на 100% пригодные для проживания, чтобы там были установлены газоплиты, которые сейчас там есть, но они не подключены по факту. Это замечание подделки, полинолеумы устранят, подъезды чуть-чуть подкрасят, подремонтируют, поставят щиты на лечебных клетках. Поэтому дали срок еще две недели. С вводом пятиэтажки в эксплуатацию в муниципальном образовании должна полностью решиться проблема переселения людей из домов, признанных аварийными, до 1 января 2012 года. В областном центре впервые стартовал чемпионат Обилимпикс. Это своего рода конкурс профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья. Основной площадкой для проведения регионального этапа стал Сахалинский техникум сервиса. Когда торжественное открытие позади, начинается негромогласный этап. В разных кабинетах участники сосредоточенно выполняют задания. Ребята с нарушением слуха делают ежедневники и брошюры. У каждого одинаковые материалы и инструменты. Самое трудное – это делая обложку, соблюдать грани, линии и корешок. Среди участников Обилимпикса как студенты Сахалинского техникума сервиса, так и те, кто через чемпионат знакомится с профессиональными возможностями. Александр, к примеру, приехал из Тымовского района. Там работает дворником, но в душе без ума от партняжного дела. Увлекается вокалом. Вот и сейчас за раскроем платья напевает песню «Мама» из репертуара Стаса Михайлова. Сколько ты со мною испытала, мама, перед тем, как встал на ноги я. Сколько ты ночей без сонных простояла, мама, у кроватки детской не спала. Всего у первого на Сахалине Обилимпикса 47 участников, включая школьников, с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха и зрения. Студенты проявляют себя в шести компетенциях, дети в трех. Одна из них – вязание крючком. А в этой аудитории запах краски. Ребята занимаются оформлением эмблемы Обилимпикс. Малярное дело считается оптимальной профессией для людей с задержкой развития. Творческих границ на чемпионате нет. Участники сами смешивают цвета, подбирают гамму, ищут гармоничные сочетания оттенков. Стандартное время до шести часов, то есть больше детей мы этих не можем нагружать, то есть ни в коем случае. Но я так думаю, они у нас успевают быстрее, чем шесть часов, потому что они молодцы. Наша задача, конечно, оценить, наша задача – создать им хорошую обстановку, чтобы они чувствовали какую-то дружескую от нас атмосферу, что вот они нам нужны. Чемпионат проходит при поддержке регионального министерства образования. Его итоги будут подведены в пятницу. Победители этого этапа, их будет 9 по числу компетенций, получат право представлять Сахалинскую область на всероссийском уровне. Финал пройдет в середине ноября в Москве. Очередной конфликт на строительной площадке. Жильцы одного из домов по улице Ленина с удивлением обнаружили у себя под окнами тяжелую технику и рабочих, которые развернули свою деятельность прямо во дворе. Выяснилось, что здесь будет возведен образовательный центр. Подробнее в рубрике АСТВ-информатор. Новый центр для детей или нетронутый зеленый двор? Такой вопрос встал перед жителями одного из дворов областного центра. 19 октября здесь появилась первая техника и рабочие. Во дворе началась подготовка строительной площадки. Люди попытались выяснить, что именно будут строить. Ответ – частную школу. Нигде не было ни объявления никакого, ничего не было. У нас очень много детей во дворе. У нас здесь кругом коммуникации, дом старый. Вот где они поставили вот эти, все, коммуникации идут. Там идут колодцы коммуникации, стоит будка электрическая. То есть это стройка, это краны. Все посрывают, оставят нас и без воды, и без света. Сейчас весь двор жилого дома размечен железными кольями. Это территория будущего объекта. Именно его расположение и не устраивает жителей. В случае застройки здания перегородит половину придомовой зоны. Дальше эти прокуратуру, пусть убирают, нам не надо это. Гаражи мы не против, чтобы снесли. Пусть они убирают, они должны были полтора года назад убрать. Без проблем. А во двор, ну зачем? У нас так его нету. Более конкретные ответы о целях застройки заставили гаража немного подождать. Вскоре на объект приехали представители учебного центра «Активное образование». Все будет сделано в соответствии с законом. В соответствии с теми документами, которые нам выдает. Энергосбыт, Горводоканал, СКК. То есть это все будет сделано, все будет сделано аккуратно. Это я вам обещаю. Как вы вам говорили документы? А почему вы как раз подруга? Почему вы нам, жителям не предоставляете документы? Документы на что? Участок земли под строительство центра выделили три года назад. Организация без собственного здания существует уже 12 лет. До этого времени все аудитории учебного центра располагались на арендованной территории. На данный момент у нас есть возможности финансово начать стройку, потому что проектная документация вся готова, разрешительные документы все готовы. Поэтому мы вышли на объект для того, чтобы приготовить строительную площадку для стройки. Это детский технопарк. Молодежный мы его называем, потому что в нем будут учиться дети с 1 по 11 класс. Там будут учебные лаборатории. Лаборатории физики, химии, лаборатория робототехники. В администрации Южно-Сахалинска законность стройки подтвердили. По плану на месте должно появиться двухэтажное здание центра. Кроме этого, стройка согласована с Роспотребнадзором и коммунальной компанией и предоставлена в аренду. Сейчас на объекте во дворе дома идет активная подготовка к основному этапу строительства. Возможно, со временем жители смогут найти общий язык с представителями центра и получат взамен дополнительный досуг для детей. Через несколько минут ко мне присоединится первый заместитель министра социальной защиты области Татьяна Алексашина. Сегодня мы поговорим о мерах поддержки сахалинских многодетных семей. Но перед этим расскажем историю мамы троих сыновей, которая благодаря областной программе наконец смогла перебраться из тесной комнаты в просторную квартиру. Без туалета, ванной, без слива, воды, ну ничего не было, просто комната. Молодая многодетная мама вспоминает прежнюю жизнь, полную невзгод и уже не представляет, как бы она с тремя сыновьями жила бы в тесной маленькой комнате. Теперь у взрослого сына-студента отдельная. Средние и младшие расположились в одной большой гостиной, а у Инны своя спальня. Об этом можно было только мечтать, радуется Инна. Они безумно счастливы. Даже я так несчастлива, как счастливы они. Радуются каждый день. Старший сын говорит, я даже не верю, что мы жили в такой квартире буквально недавно. Как переселенцам из ветхого и аварийного жилья городские власти предложили Инне и ее детям примерно такую же жилплощадь, но благоустроенную, что не устраивало многодетную семью. Тогда Инна Петрова обратилась в Министерство социальной защиты. Она узнала, что с прошлого года в области стала работать программа дополнительной адресной соцподдержки сахалинцам, находящимся в трудной жизненной ситуации. В июле Южно-Сахалинская многодетная семья переселилась в просторную трехкомнатную квартиру. Социальная поддержка предоставляется на приобретение жилого помещения. В случае предоставления семье жилого помещения взамен аварийного менее социальной нормы. И еще одно условие. При среднедушевом доходе семьи менее четырех величин прожиточного минимума. Министерством социальной защиты в текущем году выделено на приобретение жилья многодетным и молодым семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, более 100 миллионов рублей. И сейчас ко мне в студии присоединилась первая заместитель министра социальной защиты Сахалинской области. Татьяна Михайловна, добрый вечер. Здравствуйте, Мария. Только что мы посмотрели сюжет о многодетной маме, которая переехала как раз из ветхого и аварийного жилья в новую квартиру со своими тремя мальчиками. Мы рассказали достаточно подробно об этой мере социальной поддержки для семьи с детьми. Какие еще категории граждан могут рассчитывать на подобную помощь от областных властей? Я хочу отметить, что все же эти рассказали о многодетной семье, которой предоставлена социальная выплата на переселение из ветхого и аварийного жилья. Но точно такую же выплату могут получить и молодые семьи, которые переселяются из ветхого и аварийного жилья. Но что касается многодетных семей, то я хочу остановиться на не менее весомой мере социальной поддержки. Это предоставление единовременной выплаты в размере 50% стоимости жилого помещения, приобретаемого или строящегося, но не более 2 миллионов рублей. О ней мы говорили уже неоднократно. И вот в очередной раз я хочу сказать, что право на нее имеют семьи, у которых с января 2013 года родились третьи или последующие дети. При условии, что один из родителей родился на Сахалине, другой проживает в Южно-Сахалинской области не менее 10 лет. А вот с сентября этого года круг получателей этой выплаты расширился. Сейчас ее выплату предоставляется не только семьям многотетным, коренным сахалинцам, но и тем, кто длительное время, более 20 лет, прожил в Сахалинской области. То есть это именно те, кто когда-то сюда переехал, какое-то время прожил, не уроженец, но он может рассчитывать на эту выплату. Да. Есть еще, насколько я знаю, меры поддержки для детей с семьей с детьми-инвалидами. Здесь какие условия? Должна ли быть семья многодетной? Что необходимо сделать, чтобы получить от вас помощь именно семьям с инвалидами? Единовременная выплата на приобретение жилья с семьей с детьми-инвалидами предоставляется у нас с прошлого года. Непременным условием здесь являются семьи, которые стоят на учете нуждающейся в органах местного самоуправления. Они предоставляют соответствующие документы, и мы в соответствии с социальными нормами предоставляем им выплату. А социальная норма – это квадратный метр? Для семьи из двух человек это 42 квадрата, ну а далее из трех и более – это 18 квадратов на каждого. Размер выплаты зависит от состава семьи и от той стоимости квадратного метра, который устанавливается Минстроем России. Вот на четвертый квартал – это стоимость 55 513 рублей. И что вот, то есть маме, папе, полная семья, неполная, нужно прийти в районную администрацию, узнать там все условия, как встать на учет? Да, как только она встает на учет, обратиться с заявлением в органы социальной поддержки по месту жительства. И сразу эту единовременную выплату получает? Предоставить определенные документы, и после рассмотрения всех представленных документов выплата предоставляется. Скольким семьям уже подобная помощь оказана? С начала действия закона, оно предоставлено порядка 90 семьям с детьми инвалидами, но нужно сказать, что в этом году категория расширилась, и у нас сейчас получают семьи, которые имеют инвалида с детства в возрасте до 23 лет. И в этом году уже трое семей улучшили свои жилищные условия за счет этой выплаты. Татьяна Михайловна, вообще в Сахалинской области, на мой взгляд, я ни одного такого региона не видела, где столько социальной поддержки, столько помощи именно для семей с детьми. Но в каких еще, вот мы перечислили достаточно узкие пока, в каких еще случаях могут рассчитывать люди на какую-то финансовую помощь? С прошлого года еще предоставляется единовременная социальная выплата также семьям с детьми при усыновлении или удочерении ребенка инвалида из числа детей, оставшихся без подпечения родителей. В этом случае усыновитель может выбрать, либо ему получить единовременную выплату, которая сейчас свыше 1,1 млн. рублей, либо выплату на приобретение жилья. Кроме того, у нас предусмотрены меры соцподдержки на улучшение жилищных условий. Их семья, у которых родился второй ребенок, на погашение кредита и процентов по этому кредиту. Ипотечный кредит имеется у семьи. Но с этого года предоставлена возможность погашать и займы, которые семья получила в Сахалинском ипотечном агентстве. То есть не только ипотечные кредиты в кредитных организациях, но и займы в Сахалинском ипотечном агентстве. Это достаточно весомая поддержка. Это 220 тысяч рублей в этом году размер такой выплаты. Приличная сумма. Вот по всем этим вопросам есть какой-то, может быть, обобщающий момент, может быть, у вас где-то на сайте или прийти к вам нужно? Где можно обо всем этом очень подробно почитать и все узнать? У нас все меры социальной поддержки, естественно, информация у них есть на сайте министерства. В любом случае можно консультацию получить и органы в отделениях социальной поддержки по месту жительства, и в министерстве социальной защиты. Телефон у нас точно также есть на сайтах. Естественно, у нас есть буклеты, мы предоставляем информацию постоянно в СМИ. Я не сказала еще о материнском капитале. На улучшение жилищных условий у нас все семьи, которых родился второй ребенок, последующие дети, и те, кто имеет гарантийное письмо на получение областного материнского капитала, его размер сейчас 196-407 рублей. И они имеют возможность его направить на улучшение жилищных условий, что и сделали более тысячи семей в этом году. Причем есть возможность использовать материнский капитал, не дожидаясь исполнения ребенку трех лет, а на улучшение, на погашение кредитов и процентов по кредиту. Александр, спасибо большое, что пришли к нам сегодня. Достаточно подробно рассказали о мерах социальной поддержки, которые в области у нас оказываются. Наш эфир продолжит рубрика «Точка отсчета». Первая жертва снежной непогоды. На автодороге между Новоалександровском и Березняками в дорожной аварии погибла молодая женщина. Это произошло в девятом часу утра. По словам очевидцев аварии, 31-летняя Сахалинка, управляя автомобилем «Тойота Кроум», двигалась в южном направлении. Неожиданно автомобиль занесло, и, выехав на полосу встречного движения, она столкнулась с внедорожником. В результате женщина оказалась зажатой в салоне седана. Потребовалась помощь спасателей. После этого пострадавшая была передана бригаде скорой помощи. К сожалению, все попытки медиков спасти молодую женщину успехом не увенчались. Травмы оказались слишком тяжелыми. Также в результате столкновения пострадала водитель внедорожника. Пассажир «Тойоты Кроум» травм не получил. А уже в Южно-Сахалинске на улице Ленина в районе дома 314 под колесами японского микроавтобуса оказалась 7-летняя девочка. Это произошло около полудня. По предварительным данным, ребенок решил перебежать проезжую часть в опасном месте, прямо между автомобилями. Поток машины идет. Я здесь еду тоже. И внезапно выбегает девочка. Вот машина тут, с той стороны. Ее, она встала право выгонить, а банкер ударила. Все в стороне. Тут здесь пешеходного нет, поэтому и не ожидали, я так понимаю? Конечно. Экстренное торможение не помогло. Просто не хватило расстояния. Как стало известно, таким образом девочка решила сократить путь до дома. До общежития, где она проживает с мамой, ей оставалось пройти 70 метров. С открытым переломом ноги малышка доставлена в Сахалинскую областную детскую больницу. В Южно-Курильске вынесен приговор в отношении руководителя местного почтового отделения. Судом установлено, что в период с сентября 2013 года по июнь 2016 года руководитель почтового отделения периодически изымала из кассы почтового отделения села Крабо-Заводское денежные средства, полученные от реализации товаров народного потребления, которые тратила на собственные нужды. В ходе ревизии выявлена недостача в размере около 5 миллионов рублей. Суд назначил подсудимое наказание в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы. Условно, с испытательным сроком на 3 года. Кроме того, судом удовлетворен в полном объеме гражданский иск в пользу почты о взыскании с обвиняемой причиненного ущерба. Сахалинская полиция и родственники просят помощи в розыске без вести пропавшего Ивана Александровича Селиверстова. 19-летний студент, третий курсник САХГУ, ушел из дома в селе Озерском Корсаковского района, 13 октября в седьмом часу утра. И с тех пор о его судьбе ничего не известно. Приметы. Рост 85 сантиметров, плотного телосложения, глаза серы, волосы русые. Особая примета носит бороду. Был одет черная спортивная кофта, темно-синие джинсы, черные кроссовки. Все, кто видел пропавшего или знает, где он находится в данный момент, просят сообщить по телефону 780 700. Новые лыжные комплекты и оборудование для подготовки трасс приобрели для школ и лицеев областного центра программу «Лыжи в школы». Это проект Министерства спорта, Министерства природных ресурсов области и компании «Эксоннефтегазлимитед». В Южно-Сахалинск уже поступили 35 лыжных пар и два комплекта снегоходов. Оборудование поможет готовить трассы в планировочных районах и в областном центре. Первыми лыжами смогут воспользоваться учащиеся лицея номер один. Этот проект у нас впервые реализуется, и впервые мы приобретаем такое оборудование. Данный проект будет реализован в два этапа. Планируется провести подготовка лыжных трасс Новоалександровской школы и школы Березники. Планируется в каждую из этих школ передать на пользование для подготовки трасс снегоходы. Для нашей компании это не первый проект по поддержку детского спорта. У нас было несколько проектов, рассчитанных на летний сезон. Ну вот губернатор и министр спорта Сахалинской области вышли с замечательной инициативой поддержать детский спорт в зимнее время. Потому что у нас все-таки, я думаю, зима такой достаточно длинный сезон. В школах, в общеобразовательных программах лыжные гонки на зиму, это был на физической культуре обязательный предмет. Когда-то его пытались вывести, заменить, допустим, занятиями в зале, что само по себе нелогично. На сегодняшний день, насколько я помню, все это вернули обратно. И это необязательная программа лыжной гонки в школах. Позже спортивным инвентарем обеспечат все сахалинские школы. И у меня на этом все. Эти и другие новости найдете на сайте stv.ru. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok